Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять возвращаемся к DaVinci Resolve и рассмотрим одну прикладную функцию, очень надо сказать полезную, если использовать ее с умом, а именно рассмотрим как вырезать в DaVinci хромакей, то есть зеленый или синий фон, на котором осуществлялась съемка. Что имеется в виду? Вы записываете себя или кого-то или что-то на однотонном фоне. Чаще всего выбирают зеленый, поскольку зеленого цвета мало в естественных предметах. Желательно, чтобы зеленый цвет был поярче, чем у меня. Нужно избегать складок и теней, поэтому писать нужно со световыми приборами. Вот эту тень DaVinci вполне легко вырежет, а вот с этой будут проблемы. Потом нажатием нескольких кнопок вы этот фон вырезаете и остаетесь на том фоне, который сами выберете. Фоны могут быть любые, вот например обращение президента на новый год. Небольшое количество манипуляций мы уже вдвоем с Владимиром Владимировичем поздравляем дорогих россиян. Как говорится и оказался с главой тет на тет. Как этого добиться? Именно в DaVinci, на мой взгляд, один из лучших алгоритмов по работе с хромакей. Я перебрал несколько программ и плагинов, в том числе платных и лучше DaVinci не нашел, в том числе по простоте использования. Приступим. Переходим в закладку ездит и кидаем клип на таймлайн. Даже нет, сделаем новый таймлайн, чтобы не путаться. Такой длинный клип нам не нужен, возьмем маленький кусочек. Вот такой. И переходим в закладку Color. Тут нам понадобятся ноды и еще два инструмента. Во-первых маска и во-вторых пипетка Qualifier. Маска, как наверное не сложно догадаться, вырезает какую-то часть изображения. Маски бывают разной формы, но в данном случае нам достаточно квадратной. Но для того, чтобы увидеть применение маски, да и вообще, чтобы работать с хромакеем, нам нужно добавить альфа-канал. Правая кнопка мыши, на пустом месте в нодах и строка от альфа-аутпут. То есть добавить информацию о прозрачном слое. И кидаем провод на альфа-аутпут. Все. Мы забрали только ту часть изображения, которая нам нужна и избавились тем самым от вопиющей тени справа. Надо посмотреть, чтобы я нигде не вылезал за границы маски, иначе я отрежу себя. Так двигают маску, а так можно размыть края маски. И следующий инструмент пипетка. Вообще пипетка существует для цветокоррекции. И хотя можно резать хромакей и в этом окне, но существует специальная закладка. Вот эта. 3D. Изначально может она и не для хромакея, я не читал спецификацию, но мне кажется, что она специально для него. Тут все режется буквально в два клика. Выбираете вот эту крайнюю левую кнопку-пипетку и указываете, где фон. Просто обводите, она, да Винчо, видите, оставляет даже такой синий след. Все, вырезала. Опять же, сейчас она выбрала зеленый, потому что думают, что мы будем работать с этим цветом, но нам нужно сделать инверт. Вот эта кнопка, и она наоборот его удалила. По большому счету на этом можно и оставить. Нажимая вот на эту волшебную кнопку хайлайт, мы можем посмотреть черно-белое изображение. Где черное, это все, что вырезано, а белое все, что осталось. И нажав на пипетку с плюсиком, то есть добавить к фоновому цвету оттенки, выбираем, ну просто нажимая левую кнопку мыши, те места, которые не вырезались. Ну и достаточно. И теперь магической функцией Clip Black, то есть почистить черное прозрачное, увеличиваем зону черного. Ну в общем все. Все черное вырезали. Результат удовлетворительный. Но давайте еще чуть-чуть покрутим. Вот тут, например, остались небольшие куски зеленого. Можно еще подрезать черные. Можно увеличить общее применение эффекта. Он крутится как в плюс, так и в минус. Белое мы явно не будем повышать. Это наоборот увеличивает зону непрозрачного. А можно воспользоваться еще одной магической кнопкой Despill. Не знаю, как перевести. Она пытается найти срединные тона и вырезать их. Видите, идеально вырезает ореол. Но у нее есть один недостаток. Она может подрезать и изображение, найдя в нем срединные тона. Вот. Она порезала черную рубашку. Добавила к ней грязи. Это плохо. Вообще, с Despill все на удачу. Она может отлично все подровнять, а может не сработать. Поэтому обойдемся тут без Despill. Тем более, что мы еще не мыли края. Блюр, то есть размытие краев применяется почти всегда при хромакее. Блюр обычно скрывает все огрехи вырезания. Подблюрили и попробуем еще чуть-чуть подрезать зеленый. Ну да, удовлетворительно. Вообще, кроме плюс пипетки, есть еще минус пипетка. То есть, если вы случайно подрезали нужные цвета, вы можете попробовать их восстановить. Но вот когда так, это уже не восстанавливается. Но, в принципе, небольшая грехи пипетка восстанавливает. Все. Можно считать, что все готово. Теперь можно добавить ноду и делать уже цветокоррекцию. Причем интересно, что информацию об альфа мы берем из предыдущей ноды. И она уже не изменится. Мы можем крутить в следующей ноде что угодно и как угодно. То есть, если бы мы в ноде с хромакеем накрутили вот такой зеленый, она бы ничего не вырезала. А так все что угодно. Хоть серо-буромалиновый. Ну и все. Возвращаемся в едет. Кладем трек на верхнюю дорожку. Фон на нижнюю. И ставим человека туда, куда захотим. То есть, дальше все зависит уже от вашей фантазии и поставленной задачи. Так что видите, все предельно просто. Единственное, с этим не надо переборщивать. Все, наверное, помнят видео про женщину в борще, которая научилась вырезать хромакей и давая вставлять себя куда ни попадя. Хотя видео это, надо сказать, собрало сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Все любите друг друга и используйте хромакей правильно. Визуальная составляющая это 70 процентов качественного видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.